Ну, Ира меня уже представила, меня зовут Оксана Харчук, я работаю кей-инженером в DataArts уже более четырех лет, удалось поработать на разных проектах, бискоток, мобайл, веб, и сегодня я бы хотелось рассказать просто о том, что было в 2018 году, да, и что будет в 2019 году. Сразу расскажу, что буду рассказывать о разных направлениях и что в них делает QA, какие перспективы для них, и в конце поговорим о самом главном, о нас, о тестировщиках, что нас ждет в 2019, что важно для нас, куда расти, куда двигаться, что делать в будущем, да. Поговорим о таких сферах, как IoT, Machine Learning, Artificial Intelligence, автоматизация, естественно, и мобильные системы. Ну, и первое, о чем мы поговорим, это IoT, Internet of Things. Согласно заплатной статистике, в 2017 году было всего 8,4 миллиарда устройств, но в 2020 году говорится, что будет уже 2,4 миллиарда устройств. Это довольно много. IoT потихонечку входит в нашу жизнь. QA все больше сталкивается с проблемами тестирования таких устройств, и особое внимание, мы можем сказать, заслуживает Amazon и Google Home. Недавно я столкнулась с таким устройством, как салонка, то есть смарт-салонка, которая стоит у вас дома, и вы можете через мобильное устройство указать, какое количество соли вам нужно. То ли щепотка, то ли больше, плюс ее можно подключить, если у вас есть Alexa, вы можете подключить и управлять голосом, если у вас руки заняты, вы готовите что-то в кухне, вам нужна соль. И с помощью голоса таким образом получить достойное количество соли, которое вам нужно. Вот это, казалось бы, смешно, это всего лишь салонка, но с точки зрения QA мы понимаем, что даже салонка уже смарт-девайс, но что же дальше? То есть нас дальше ожидают еще более интересные девайсы, еще более интересные перспективы, и нам нужно сталкиваться с такими проблемами, как тестирование этих девайсов. И если подходить со стороны тестирования, то нужно подумать, что есть подводные камни, и как с ними бороться. Я считаю, что нужно делать три шага. Это continue security testing, расставить правильно приоритеты и service virtualization. Первое, continue security testing. Зачастую security тестирование проводится как перформанс тестирования, уже когда готов. Как бы как дополнение. А давайте как делаем security тестирование и посмотрим все наши уязвимые места. Но с IT-девайсом все немножко не так. Там настолько много соединений, связей, датчиков. И если мы будем проводить security тестирование в самом конце, мы наткнемся на большие проблемы в плане того, что нужно больше переделок, когда сейчас нужно влаживать деньги, деньги это не для заказчика. В общем, как-то это все плохо. Поэтому нужно проводить тестирование в безопасности постоянно. Тут появляется другой вопрос. Если мы будем постоянно сосредоточены в тестировании безопасности, как мы будем тогда вкладываться в сроки? Но, наверное, вопрос вкладываться в сроки для клиентов всегда очень такой резкий, актуальный. О, боже, дедлайн, скрам, спринт и все такое, да? И мы постоянно в какой-то гонке спешим. Но этому может помочь и доставление приоритетов. То есть мы должны понимать, что нужно тестировать в первую очередь от выпуска к выпуску, да? А на что можно немножко подзабить, потому что мы понимаем, что там все хорошо. И это касается не только это девайсов, но и, в принципе, всех приложений в целом. И последнее, на чем останавливаюсь, это сервис с виртуализацией. Почему в ВИТ это важно? Потому что среда, в которой вы тестируете, то есть все девайсы должны быть протестированы, но, к сожалению, среда, в которой они тестированы, среда, в которой они не используются, она немножечко другая, да, и отличается. Поэтому нам нужно создать максимально подобную среду тестирования, такая, как на продаж. Для этого нам может помочь в сервисе виртуализации. Следующее по поводу типов тестирования для ВИТ. В принципе, типы тестирования, они как есть, так и были, просто применяются в определенных устройствах. Перформансы, секьюрити мы поговорили, дейтэнфегути, целость мисс данных, ну, этот вопрос тоже очень актуальный в данный момент. Особо важным хотелось бы отметить юзебельские тесты. Ну, мы все хотим, чтобы наши девайсы были довольно удобными, понятными в использовании, чтобы мы не ломали голову, что делать салоникой, которая может поиграть музыку у вас на обеде, да. Вот, поэтому юзебельские тестирования, выдыхательный довольно-таки высокий уровень. Компатабилити, устройство должно соединяться с множеством других устройств систем в ИТ. Поэтому здесь имеет неважную роль тестирования, взаимодействия. И релиабилити, инстабилити, здесь идет моделирование вот всех этих датчиков, виртуализация этих же сервисов, которые мы купили. То есть, типы тестирования знакомы нам, но они просто вот, как бы, принимаются в рамках этих девайсов. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это Artificial Intelligence. Ну, на самом деле, в 2018 году компании занялись таким вопросом, как отдавать внедрение искусственный интеллект в автоматизацию. Вот всячески там у него внедряли, но самой большой проблемой оставалось то, что все-таки все хотят внедрить искусственный интеллект в бизнес. Как заставить его помочь бизнесу, то есть приносить прибыль. Возможно, какой-то аналитической работе. И знаете, тестировщики тоже занимаются этим вопросом. А как же заставить искусственный интеллект помочь нам? Может, он мог бы за нас что-нибудь делать, и нам вот этого было бы легче, да? Может, есть какие-то туры, которые можно применять в тестировании. Ну, на самом деле, они есть и будут, я думаю, в 2019 год по разным процессам. И возрастом таких вот внедрений могут появиться такие вот роли. Допустим, как Artificial Intelligence Case Strategies or Artificial Intelligence Text Expert, то есть эксперт-черли, который разбирается не просто в искусственном интеллекте, а в искусственном интеллекте и не тестирование. Вот было такое интересное предсказание. Еще, когда я собрала информацию про искусственный интеллект, я немного начала, ну, как бы, делать research именно в сфере искусственного интеллекта в прогрессе и познакомилась с роботом София. Наверное, все уже наслышанные. Они, какая-то прекрасная дама, она была по всему миру, непосредственно она была в Украине. Это первый робот, который выглядит как человек, общается как человек, думает, может выражать свои эмоции, улыбаться. И когда она была в Украине, ей задавали вопросы по поводу того, а как можно побороться коррупцию в Украине, а как можно наладить жизнь в украинцах. Ну, вот про коррупцию она задумалась и не ответила. По поводу того, как нужно лучше жить в украинцах, жизнь в украинцах. Она сказала, что нужно составить план, чего вы хотите от этой жизни, прописать этот план и следовать этому плану. Но это довольно-таки, как бы, общий ответ, да. Следующий мой research дошел до того, что я нашла Little София. Это, как бы, дочка робота Софии. Эта Little София будет использоваться для москибания детей. Она помогает детям делать уроки, она разбирается в науке, ей можно задавать разные вопросы. То есть мы подходим к такой эре, я бы сказала, о том, что скоро роботы могут заменить людей. Есть даже предположения о том, что роботам будут выдавать паспорта, они будут считаться гражданинами, и в будущем они смогут даже участвовать на выборах. Ну, с одной стороны, это все круто, но с другой стороны, начинаешь думать о том, что роботы, они же умеют некоторых людей. И получается, что же будет дальше? Роботы будут отправлять нами. Изначально меня очень поразила идея создания робота этого Софии. Получается в том, что она должна победить голод и бедность во всем мире. То есть мы не можем, а она сможет. И на это положено большие надежды. Ну, посмотрим. Следующее, Machine Learning. Вот как раз такие Machine Learning. Может найти свое применение в тестировании. Это использование Machine Learning в оптимизации тестов. Что я имею в виду? У нас в тестове бывают очень часто какие-то избыточные тесты. Поэтому он будет использоваться в сфере того, чтобы найти только уникальные тестовые случаи и их выполнять. Действительно, это Predictive Analysis. То есть для того, как предугадание того, что будет в будущем на каких-то тестовых параметрах с использованием уже исторических параметров. Аналитика логирования. Что это здесь имеется в виду? Имеется в виду, что ваша программа сможет определять о том, какие тесты нужно будет запускать автоматически. Про Tristability здесь понятно. Есть такое понятие, как Tristability Matrix. И она, соответственно, будет отслеживать и выделять key points из этой матрицы. И дефекты. Дефекты – это указание на места риска, особенно большое скопление дефектов, приоритизация дефектов и тому подобные вещи. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это мобильное тестирование. Ну, мобильный телефон, наверное, есть у каждого. Можно его протестировать так, просто опусти и посмотреть, что с ним будет дальше. Это тоже тестирование. Но вы, наверное, хотя бы хоть на задумывались над тем, что вы не представляете себе сейчас жизнь без мобильного устройства. Естественно, каждый человек, раз в час, он посмотрит на свой мобильник, зайдет в Инстаграм или в Фейсбук, убедиться, что да, вот кто-то ему там не написал. Вот. И в 2018 году было замечено, что 52,2% всего интернет-трафика в мире было сделано через смартфоны. То есть это больше половины людей уже используют свои мобильные устройства вместо компьютера. И в сравнении с 2017 году, да, цифра была 50%, то уже процент вырос. И я могу сказать, что в 2019 этот процент будет только расти. Мы настолько остались мобильными, что мы совершаем покупки через телефон. Мы оплачиваем платежи через телефон. Мы делаем все через телефон. Кто-то хотя бы, когда выходил из дома, и забывал свой телефон дома, вы к нему все равно возвращаетесь. Как же вы без телефона всего? Что же я буду делать? То есть мы настолько от этого зависимы, что эта цифра будет только расти. С ростом таких приложений растет, естественно, безопасность. Тестирование безопасности выдвигается на самый первый уровень. Потому что, опять же, такие платежи, передача информации, это все домовольно должно быть безопасно. По поводу самих мобильных приложений, то требования к ним уже встречаются. Они должны быть, я даже не стала переводить, smaller, better, faster, faster. Это звучит как слоган. Знаете, как в спортивных региадах есть слоганы. Вот, наверное, для мобильных приложений это тоже своего рода слоган. А теперь я расскажу вам о необычных мобильных приложениях, которые, как я посчитаю, могут в скором времени вытеснуть даже на сильное приложение. Это такое понятие, как progressive web application. Что это такое? Это можно воспринимать как сайт с использованием веб-технологий, но взаимодействует с пользователем, оно как приложение. То есть, по сути, вы заходите на сайт, если вы заходите на него второй раз, вам будет предложено скачать вот такой вот progressive web application, который установится на ваш телефон, но вы даже этого не почувствуете. То есть, в один клик. Это поддерживается во многих браузерах, уже опера, хром, файлфостах. Разработчики отмещают, в чем прелесть? Вам не нужно выкладывать свое приложение в Apple Store или в Google Play Market. Если кто-то когда-то сталкивался в свое приложение, вы понимаете, сколько хромовател нужно пройти. То есть, приложение должно соответствовать стандартам и тому подобное. Здесь вам этого ничего не нужно делать. Вы просто выкладываете линку на свой сайт и с этого сайта как бы скачиваете свое приложение. Что это изменит для нас? Ну, для нас, конечно, хорошо. Не надо где-то заходить, зашли на какую-то там социальную сеть, посмотрели, открыли, скачали, все довольно удобно. Но это происходит мгновенно, не нужно ждать. Если мы заходим там на сайском, с патчем, нужно подождать пару минут. Они очень маленькие по размеру и работают эффективно. И при том, что они работают на всех платформах, не нужно там писать специально какую-то платформу. Следующее такого типа же приложение это Android Instant Apps. Это следующий шаг, вы видите, да, приложение, универсальное решение для андроида, да, к сожалению, только для андроида, которое тоже устанавливается на ваш телефон, как бы устанавливается, но в то же время удаляется. В чем суть? В том, что у вас есть какое-то большое приложение, и вы можете разработать еще Instant приложение для своего приложения. Оно как бы превью вашей большой версии, но суть в том, что ваше большое приложение должно быть развито на модуле фичи. То есть, если вам нужно купить билет, то вы можете сделать себе Instant Apps, да, покупки билета. Когда вы начинаете покупать, это приложение как бы устанавливается на ваш телефон, но оно занимает всего 4 мегбата. Вы покупаете билет, приложение набирается с ваших телефонов, как будто ничего не было. То есть, суть этого приложения, что они очень быстрые, но вы можете сделать только одну функцию. Вы не можете там съелчить что-то еще из меня. Есть какие вот, как бы я сказала, уже широко используемые приложения. Вы, если знаете, допустим, скайскамеры, это очень большой сайт покупки авиабилетов и тому подобного, они уже используют такую технологию. Следующее, еще о чем хотят поговорить про мобильные, это Accelerated Mobile Pages. Это такие быстрые страницы, которые, наверное, все видели и использовали. Сейчас покажу, как они выглядят. Проект был запущен Google в октябре 2015 года и продолжает набирать свои обороты. Google всячески поддерживает, непонятно, это же их детище, и способствует развитию этой технологии. В чем суть? Это, по сути, урезанный HTML, AMP HTML, который использует JavaScript библиотеки и использует кэш. По сути, ваша страница очень быстро грузится, потому что она грузится с вашего кэша. Как они выглядят? Вы когда-нибудь вводили в поисковике что-то видели, вот такой вот значок, молнии? Вот это вот AMP-праймиться. То есть она загружается очень быстро. Среднее время работы, запуске данной страницы это 0,7 секунды. По сравнению с тем, что обычная страница загружается 22 секунды, вам нужно еще опускать 0,7 секунды. Гораздо удобно, когда у вас мобильные корняки, то есть вы можете быстренько-мобыстенько все просмотреть, при том, что они загружают сначала все важные компоненты, потом доходят остальные. Плюсы в том, что AMP поддерживает уже довольно-таки много поисковиков, ну, основные, которые пользуются, он поддерживает. Потом в том, что скорость быстро обновляется. Сейчас уже даже реклама есть на каких-то страницах. Раньше был затык на том, что Google Аналитика плохо трекала рекламу с каких-то страниц. Но в данный момент как бы уже все оплашено, нужно просто заранее это оговорить. И также AMP-страницы поддерживают и обитые скинки, если кто-то на том, это разные там типы страниц. Ну, в то же время Google, еще раз скажу, он в выдаче, если вам можно подключить, на каком-то позиции в вашей странице, он все-таки поддерживает именно выдачу AMP-скинки. Автоматизация. Автоматизация продолжает свое развитие. И она в 2018 году продала свои ждания. Довольно много компаний начали введять у себя автоматизацию. Как уже говорил в предыдущем докладе, рост QF растет, рост кислородчиков растет, и автоматизация в свою очередь тоже дополняет жизни компании. Мы понимаем, что это неизбежно, чем все более компаний продолжает автоматизировать, они используют какие-то боты для своей работы. Коль эти репорты, это такой репорт, который может запомнить QE-Engine, QE-LIT, указывается очень много данных, где вы работаете, ваша позиция, задается вопрос, как компетировать, и он собирает ежегодную статистику. И вот в нем говорится, что многие организации в неделе, и вот из отвеченных организаций, которые принимают участие, 44% организации планируют повысить уровень автоматизированных тестов, это во всех типах тестирования, я сейчас не раздевала на 50%, то есть выше чем 50%, это больше половины за автоматизировали, это довольно немного. Плюс автоматизация не стоит на месте модернизации инструментов, все больше и больше предлагают всяких плюшек автоматизаторам, чтобы привлечь их жизнь. Если раньше нужно было ходить долго, как заавтоматизировать PDF, или специальные штуки, штуки, то сейчас это уже намного проще, появляется больше инструментов, библиотек, модернизируются френдборки, но автоматизация все так же остается сложной задачей для мейна-кей. Это связано с тем, что мы больше все-таки сосредотачиваемся на какой-то деятельности управленческой, и вот на автоматизацию у нас остается все меньше и меньше времени. Но заказчик зачастую хочет, чтобы один человек умел все. Это было наверное бы гениально, если человек мог написать, потестить, заавтоматизировать, и это все было для человека. Но так не бывает. Но по поводу QA, очень часто хотят, чтобы QA умел и автоматизировать и тестировать мануально. Я это называю универсальными солдатами. Потому что они могут все, я могу завтра мануально, я могу потестить мануально. Но в этом есть гораздо дискутировать на эту тему можно часами, как лучше. Но я считаю, что все-таки это должны быть две отдельные отрасли, потому что испытала на своем опыте, когда я что-то автоматизирую, я пытаюсь упростить задачу. То есть вот тут вижу 10 пунктов она проверит. Да ладно, что там, можно опять подвинуть, они лишние, как там сложно все это писать, куда-то заходить. Можно без них обойтись. То есть когда человек пишет, не зная, как это автоматизируется, он пишет все до такой мелочи, тонкости. Когда человек знает, как это автоматизировать, он понимает, так, а как же это надо написать так, чтобы потом можно было полегче завтра сделать и облегчить себе задачу. Но это мой опыт, может, если я так делаю. Следующая вынесла это топовые инструменты автоматизации, но я думаю, тут и так понятно, все не на сухолы, это селение мэп, автоматизация, тест-комплик, апрелмобильные, ну, очень много всяких инструментов автоматизации, которые постепенно модернизируются. Переходим теперь к самому интересному. Это Quality Assurance, это мои тестировщики в Мейнл. Ну, в настоящее время становится все более и более сложной областью. Если раньше там кей-инженеры это просто тестировщик, который пришел, провел мой тестировщик, кей-жок, то сейчас я бы сказала, что Quality Assurance плавно переходит в quality инженеры. Почему так считаю? Потому что тестирование не играется все раньше и раньше. На каждой стадии есть тестирование. И тестировщик приходит к тому, что ему все больше и больше нужно коммуницировать с разными людьми. Это не только девелокер, который фиксит в Абабе. Это заказчик, это бизнес-аналитик и это бизнес-юзер. То есть тестировщик коммуницирует с конечными пользователями, которые используют этот продукт. Конечные пользователи являются в 2019 году главным приоритетом. Высчет только безопасность. И большинство компаний ориентируется на фидбэк пользователя. Мы знаем, что сейчас очень широко используются agile методологии, почему они используются. Потому что хотят получить фидбэк от пользователя. Нравится вам это или не нравится, чтобы понимать, куда двигаться. Вот 2019 тренд это фидбэк пользователя. Согласно ему будем двигаться дальше. То есть чего хотят пользователи, то будет в будущем. Есть такое понятие еще как QA Ops. Это люди, которые максимизируются на качестве. И причем на качестве как внутри направленности введения процессов, как и качестве снаружи. То есть поведение систем с точки зрения пользователя. Я выписала скины, которые были важны и в данный момент не критически важны для каждого тестировщика. Я не стала переводить, потому что это просто невыносимо. Я запуталась в русских пониманиях, поэтому я решила оставить как есть. Постараюсь максимально быстро рассказать в общем о всем мышление. Мышление для тестировщика это очень важно. Аналитическое решение. Вы должны мыслить аналитически. Как может повести себя пользователем, причем любой пользователь, хорошо или плохо. Потом вы должны понимать о рациональности, рациональное смешнение. Что здесь имеется в виду? Что если вы видите, что есть какое-то более лучшее решение этой задачи и требование вам не нравится, не обязательно говорить все переписывай. Нет, вы должны не просто сказать переписываем, вы должны преподнести решение, как лучше сделать эти задачи, потому что вы понимаете систему как и поэтому вы должны не бояться преподносить какие-то решения. Да, вы занимаетесь бизнес-анализом, вам нужно ввлекать бизнес-заказчика, чтобы преподнести максимальную пользу. Человек-тестировщик, он чуть-чуть бизнес-аналитик, чуть-чуть project-manager и потом тестировщик. Может project-manager сейчас на меня обидится, но это так и есть, потому что тестировщик по сути управляет процессом, они говорят, что деплоить, куда деплоить, чем заниматься, какой бак, в первую очередь, пофиксить, ну, понемногу берут на себя ответственность за проект. Надо не бояться брать на себя эту ответственность. По поводу технологий. Сейчас очень популярны разные методологии разработки. Это анситис интегрэйшн, потенни с деливари, это страм, кашбан. Нужно понимать, как в рамках этих методологий развиваются продукты. Для чего? Для того, чтобы понимать, как спланировать тестирование, какую документацию подать. документация должна быть на проекте. Если нам начали говорить, что нет документации, нет бюрократии, то, да, хорошо, я согласна с этим. Но когда к вам придет заказчик и скажет, а чем ты занимался этот месяц, у вас не будет чего показать. Поэтому не забывайте, тест-менеджер чекулы позволяют нам сейчас генерировать отшеты нажатием одной кнопки. Поэтому нужно иметь хотя бы какую-то минимальную документацию, для того, чтобы была визуализация процесса, для того, чтобы заказчик понимал, за что он платит деньги вам, что вы не просто сидите и что-то там тестируете, а вы проделываете огромную работу. И следующая я вынесла это тест-менеджер кулы, которая тоже находится в топе сейчас, которая позволяет нам, тестировщикам, мануальным показывать наш труд, визуализировать процесс и действительно доказывать, что мы не зря получаем свою зарплату, проделываем очень много работы. Ну, заключение, я очень долго думала, что написать, оказывается, не так легко написать заключение, когда ты говоришь о столь многих топиках, да, поэтому я решила в заключение сделать такие, давайте через год мы встретимся в этом зале, и вы мне скажете, что из того, что я сказала, сбылось, а что нет. Всем спасибо. Игорь Негода. Желаем.